Мужчина рассказывает первый. Увечно. Дохожу до финала. А я могу же не анекдот рассказать о истории? Да, 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 да. Она ужасная в своей структуре, но очень смешная. Ты, наверное, знаешь Артура из нашей команды, Арчи. То есть у нас в команде был парень. Он из Екатеринбурга, так как мы за два города играли, он из Екатеринбурга. То есть в какой-то момент он понял, что ему нужны какие-то там... Ну, то есть, может, он и придумал, конечно, что такое было. Ну, рассказывал, как было. Какой-то там тренинг личностного роста, что ли, что-то такое. Говорит, надо выйти из зоны комфорта, да? Надо сделать что-то, он говорит, типа, окей. То есть придумали такую штуку. Гринвич, ну, кто был в Екатеринбурге, знает Гринвич. Торговый центр. Да, фудкорт этот гигантский, где дофига народу, блин, даже в понедельник в 6 утра просто не протолкнуться. Дофига народу. Он проходит и всех планомерно подходит и говорит, ребят, такая ситуация. Я сегодня буду девушке здесь делать предложение. Пожалуйста, когда я встану на колено и протяну ей коробочку, это, пожалуйста, поддержите меня, аплодисменты. Смотрите, скажите, соглашайся, соглашайся, соглашайся. Все, всех прошел. Он сходил несколько часов, договаривался, все. И в какой-то момент вот он стоит, садится просто левая девушка, одна. Он подходит к ней, встает на колено. Можно тебя выебать зад? И весь фудкорт встает, соглашайся, соглашайся, соглашайся. И он стоит, и девочка такая. Мужик какой, мужик. А что происходит там? Давай, давай, соглашайся. Он этого достоин. Говори, да, да. Говори, да, да. Вы такие счастливые. Ее поздравляю. Говорит, они усыкались просто в лёжке. Говорит, мы просто... Потом ее подходит, извините, а такая, говорит... Она уже вообще замуж больше не собирается никогда. Вот такая вот история. Это жестко. Я бы согласилась. Просто представьте себе ситуацию. Представьте себе ситуацию, что девочка села поесть и весь просто в фудкорсет. Давай, давай, давай. Кошмар. Напоминаю, что у нас можно рассказывать байки в том числе. Если он бы тогда завел тикток, он бы сейчас был блогером-миллионником. С такими пранками. Спасибо вам огромное. Вячеслав Мясняков, сегодня и всегда. Спасибо за все. За чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.